Доброе утро, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube! Сегодняшняя тема – нет ни перцев, нет ни баклажанов, а дрожжи! Так зачем растениям нужны дрожжи? Ну ничего я такого не напридумывала, это уже давно придумано, 20 лет назад, а может и больше. Дело в том, что дрожжи, они, если вы помните, когда мы делали такой коктейль по Джеффсону, не помню уже фамилию, господи, уже с Англией у меня проблемы, неважно, мы делали коктейль, который очень хорошо влияет на растения, и там обязательно присутствовали дрожжи, мы это все сбраживали, да, и потом пользовались очень долго все лето. Ну, коктейль оказался немножечко сложным, поэтому вероятно, что из вас почти никто этого не делает. Я решила пойти другим путем, облегчить вам задачу. Еще совсем недавно мы с вами смотрели, у нас был модный показ, да, моих распикированных несчастных баклажанчиков и перчиков, которые были такие дохлые, что половина из вас написали мне комментарии на ютюбе, что они такие слабенькие, да у вас рассада должна быть там такая-сякая, да не должна она быть такая-сякая, у меня условия такие же, как и у вас, у меня нет теплицы с подогревом, где температура регулируется, где влажность поддерживается, где свет, естественно, постоянный и даже ночью, для того, чтобы рассада была очень толстой, очень крепкой. Но моя рассада выглядит, да, у нас конец марта, но она выглядит великолепно. А перчик, чтобы вы видели, он замечательно расцвел, видите, чему я несказанно рада, потому что апрель и май это очень короткие месяцы, и перчик должен быть к высадке такого роста, и баклажан тоже, и вот такой ширины, и такой высоты, как положено ему, и высаживаться он будет обязательно с цветами и плодами. Но сегодня речь не об этом, а сегодня речь пойдет о том, как помочь им вот сделаться такими, как сейчас выглядят мои саженцы и сеянцы. Вот здесь на столе, на мисочке у меня три пачки прессованной дрожжи. Чтобы их сохранить, конечно, их приходится убирать в холодильник, и они в замерзшем состоянии, но это значение не имеет. Есть дрожжи сухие, дрожжи сырые, дрожжи прессованные, все из них годятся для того, что я вам хочу предложить. Но оговорюсь для начала, зачем мы это будем делать? Да вот за тем, что, как оказалось, например, 10 грамм на 10 литров воды очень слабый раствор. Хорош для сеянцев томатов, распекированных, не распекированных. А чем хорош? Да тем, что если даже наши сеянцы собираются самоликвидироваться, как я люблю говорить, то, конечно, дрожжи им помогут. Поливка таким раствором 10 грамм на 10 литров. Запоминайте, не надо. 100 грамм на 10 литров, это будет другая подкормка уже. Значит, и вы прольете таким раствором свои маленькие сеянцы, это хорошо очень сработает. Дрожжи, разведенные в воде, не внесенные в сухом виде или там прессованные, растертые, размолотые, а именно разведенные в воде. Они выпускают в воду, в водный раствор, те вещества, которые очень сильно влияют на образование корневой системы, увеличивая корни растений в 3-10 раз. И хорошая корневая система у растения появится на 10-12 дней раньше, чем у обычного растения. Ну, по моим растениям вы видите и понимаете, да, они политы именно таким раствором. Но не слабо для сеянцев, вот маленьких, еще не распикированных, а уже для тех, у кого есть 3-4 настоящих листа. 100 грамм на 10 литров. И образовав корневую систему, естественно, и листовых пластинок, то есть листьев появилось очень много, и растения готовы плодоносить. Могу сказать, что дрожжи, они вообще уникальны по своему составу. Вы можете после высадки растений благотворно откликнуться на это и бахчевые культуры, и томаты, и перцы, и баклажаны. Нельзя пользоваться дрожжами. На картофеле запоминайте и не делайте никогда. На картофеле нельзя, на луке нельзя, на чесноке нельзя. Я вам потом объясню, почему. Сейчас речь не об этом. Значит, все остальные культуры и цветы, кустарники, деревья вы можете проливать дрожжевым раствором 100 грамм на 10 литров. Можете подмешивать сахара туда и дать им пару суток побродить, но потом можно и разбавить этот раствор. Ну, потому что дорогой, в общем-то, продукт-то. Не 5 копеек все стоит, к сожалению. И когда вы будете поливать этим раствором, помните, после высадки растений уже в грунт либо в теплицу, и не важно, что это плодоовочные или это цветы и так далее, вы должны понимать, что следующие две обработки, вот их всего может быть три, но достаточно и одной, чтобы дать растению тот комплекс минеральных соединений, который поможет ему и корни образовать, и плодоносить исключительно хорошо, и, естественно, выглядеть просто великолепно. Посмотрите, какого цвета перец, какой замечательный баклажанчик. Все у них как надо. Стоят они на восточном окне, получая солнце всего три часа с утра, потом солнце уходит оттуда. Дрожжи – это здорово просто. Главное – не переборщить. Я же знаю наших сибирячек и сибиряков. У нас же по принципу, чем больше, тем лучше. Нет. Пожалуйста, от 10 грамм до 100 грамм на 10 литров. И в нашем дачном коктейле, в бочке, где у нас крапива, там, да, немного навоза, золы, сыворотки у нас там тоже килограммовая упаковка дрожжей участвует. И вы должны и помните понимать, что это сработает всегда на благо. Другие подкормки тоже делать нужно, потому что в данном случае дрожжи, они сами-то не несут там никаких особых минеральных соединений, да. Они еще из земли калий могут забрать, поэтому рекомендуется еще опудрить золой, прежде чем пролить что-то, чтобы калий не исчез. Но при этом дрожжи помогут бактериям почвенным, они именно так устроены, они помощники, помогут доработать и переработать органические вещества в почве в калий и азот, но в том виде, которое нужно растениям, а не в том, в котором мы туда можем и лопатой бухануть. Я правильно говорю? И хотя бы один раз за сезон, а это желательно сделать во время цветения, либо сразу после него, прольете дрожжами всех своих любимчиков на дачном участке, кроме картофеля, лука и чеснока. Я надеюсь, вы меня услышали и надеюсь, что вы всегда внимаете моим добрым советам. На этом всего доброго и до свидания.